Вопрос успешной уборочной кампании для Беларуси стратегический. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на прошедшем на этой неделе селекторном совещании. «Мы должны обеспечить население продовольствием, увеличить наши запасы на будущее, а также, имея сегодня хорошие цены на продовольствие, поправить экономику сельского хозяйства. Тем более, что все для того, чтобы достичь этих целей, у нас есть», – подчеркнул глава государства. В Гомельской области завершили уборку озимого ячменя, завершают обмолот рапса и отправляют на комбинаты хлебопродуктов первые тонны зерновых колоссовых. Наши корреспонденты побывали на полях региона. Видеоконференции такого масштаба еще не проводились. На связи все 118 районов страны. Губернаторы, председатели райисполкомов, руководители сельскохозяйственных организаций, главы фермерских хозяйств. Обсуждаемая тема сегодня особенно актуальна. О возможном глобальном продовольственном кризисе говорят на всех уровнях и крупнейших международных площадках. Ситуация в мире с продовольствием весьма неопределенная. Подчеркиваю, абсолютно неопределенная. Если откровенно говорить, мы не знаем, что будет завтра. И это самое опасное. Многие говорят о том, что мы накануне голода. Мы это отбрасывать не можем и задаем себе вопрос. А вдруг? И если голод, вы знаете его последствия. Поэтому нам надо собраться. Мы в этом году, если сработаем хорошо, можем прилично заработать и поправить экономику сельского хозяйства. Словом, ситуация очень серьезная. И я бы сказал, чрезвычайная с точки зрения организации работ на селе. Все для того, чтобы достичь этих целей, у нас есть. В Беларуси выращен хороший урожай зерновых и зернобобовых культур. Хотя нынешняя страда будет непростой. Погода все-таки преподнесла нам определенные сюрпризы. Немало полегших посевов. Массовая уборка в этом году началась на неделю позже обычного. И нужно использовать каждое мгновение, чтобы сделать все в технологические сроки. Виды на урожай хорошие. По заверению специалистов прогнозируется, что валовый сбор зерна, включая раб, кукурузу, сурепицу, составит порядка 10 миллионов тонн. Для нашей страны уборочная кампания всегда тема номер один. Задача остается прежней – обеспечить продовольствием все население страны и сделать резерв. Прогнозы на урожай в этом году выше прошлогодних. Непосредственно в Гомельской области хлеб планируют собрать за 22 благоприятных дня. В уборочной кампании этого года задействованы более тысячи комбайнов. Разработана система премирования комбайнеров и водителей, занятых на перевозке зерна. Гомельская область готова к массовой уборке хлеба, заверил президент и председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. Гостзаказ по рабсу уже выполнен на 34%. Всего гостзаказ по колоссовым – 94 тысячи. До 1 сентября обеспечим выполнение гостзаказа по колоссовым, до 15 августа по зерну рабсу. На оставшую уборку будет 1024 комбайна с нагрузкой 310 гектаров. То есть мы за 22 погожих дня уберем урожай, который сегодня стоит. На этой неделе на Гомельщине назвали имя первого комбайнера-тысячника. Владимир Дорофей из филиала «Советская Белоруссия» комбината «Речи со хлебопродукт». Рядом водитель Игорь Цицарев. Долгих речей не произносили. Главные слова благодарности прозвучат на областных дожинках Добруше. Подарки, добрые пожелания и снова за штурвал. Моя работа – это жизнь моя. Мне нравится. Ни дня не было такого, чтобы я усомнился, чтобы я куда-то в другое место хотел идти. Нет. Я всегда иду на работу в позитив. Настроение хорошее. На Гомельском комбинате хлебопродуктов буквально яблоку негде упасть. В эти дни здесь принимают зерно нового урожая из 15 районов области. В течение суток более 1200 тонн. До окончания жатвы предприятие будет работать круглые сутки и без выходных. Такой же режим и у специалистов лаборатории. Необходимо сделать анализ зерна с каждой машины. От наличия проверяемых веществ будет зависеть. Отправят сырье на производство муки или комбикормов. Мы каждую машину проверяем. Натуру проверяем в каждой машине. Пшеницы и клейковину отмываем вручную. Смотрим количество и качество клейковины. Из этих показателей определяем класс пшеницы. Класс третий, четвертый. И зерно бывает фуражное. Это когда уже не хватает натуры или клейковины. По количеству и по качеству. Сейчас идет пшеница и третьего, и четвертого класса. Фуража очень мало. В республиканском унитарном предприятии «Беларусьнефть» особенно на полях все 23 экипажа. В хозяйстве не только своевременно подготовили все комбайны, но и сделали запас запчастей. Пассивные площади 21 тысяча гектаров. С присоединением в этом году еще 4 тысяч. Это позволит не только выращивать традиционные культуры, но и заниматься импортозамещением. Общий клин наших пассивных площадей до 25 тысяч 300 гектаров. То есть, в принципе, это совпадает с теми потребностями, которые необходимы для фабрики. По обеспечению как зерновым сырьем, так и теми культурами, которые подпадают под программу импортозамещения. То есть, это соя, это белковая культура, вторая – рапс. Сегодня площади «Беларусьнефть» особенно находятся на территории трех районов Гомельской области. В хозяйстве говорят, что для повышения их продуктивности пришлось обложить немало сил и средств. Зато теперь урожай на зерновых здесь превышает среднеобластной показатель. По вновь присоединенным землям, конечно, отдают не самые лучшие земли в обработку, но мы проводим структуризацию, вносим минеральные, органические удобрения, работаем плотно с сидератами, то есть промежуточными покровными культурами. То есть, уводим их в оборот. Завершить жатву «Беларусьнефть» особенно планируют в конце октября уборкой кукурузы. Тогда же подведут итоги и нагрозят лучших. Причем уже сейчас можно говорить, что тысячниками здесь станут не менее половины экипажей. Алексей Инсуров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.